Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается страха перед мужчинами у женщины, являющейся матерью, в отношении действия определенного характера со стороны возможного мужчины по отношению к ребенку человека, который задает вопрос. Что здесь можно сказать? Здесь можно сказать, что вообще-то у вашего страха есть причины. То есть, ну, не появился же ваш страх из ниоткуда. Очевидно, что есть опыт какой-то. Опыт, судя по всему, достаточно негативный. Судя по тому, по крайней мере, что вы описываете, да, опыт такой, достаточно, ну, тяжелый. Вот. Но важнее другое. Откуда этот опыт появился? То есть, как вам, в принципе, пришла в голову такая мысль, такая идея? Как в целом вы к этому пришли? Вот что важно, на мой взгляд. Это первое. То есть, работа со страхом. Второе. На мой взгляд, несмотря на то, что то, о чем вы говорите, реально, на мой взгляд, все же забивать на личную жизнь, ну, наверное, не стоит. В конце концов, вы здоровый человек, и у вас есть свои потребности, да и ребенка, в целом, таким образом, вы своего рискуете начать ненавидеть. Вот. Потому что вы будете его винить в том, что вот, ну, в том, что происходит с вами. Поэтому я бы, конечно, не рекомендовал бы забивать на вашу жизнь. Вот. Но, отвечая на вопрос о том, что с этим делать, я думаю, просто действительно смотреть как-то на то, что за человек перед вами, смотреть на то, какой человек перед вами. Вот. И, соответственно, как-то вот уже делать, делать выводы. Вот. Я думаю, это, я думаю, так. Но, в первую очередь, это, конечно, история про ваш страх. Это история про то, что у вас этот страх есть, и, на мой взгляд, вот, как-то с ним нужно, в первую очередь, работать. Потому что, сейчас вы его, в смысле, свой страх, как будто бы ставите на первое место. Вот. И это, конечно, на мой взгляд, большая проблема, потому что вам это не даёт, по сути, эээ, ну, выстраивать отношения. То есть, вам это мешает, откровенно мешает. Вот. Поэтому, я думаю, так, я думаю, так. Никаких, никаких способов как-то предусмотреть, как вы говорите, этого нет. То есть, ну, все люди разные, и никакого способа, на мой взгляд, не существует. Вот. Поэтому, здесь вариант только смотреть, действительно быть на стороже, да, то есть, ну, не на стороже, а просто быть внимательным, и всё, как бы. Вот. Но, самое главное, это, вот, на мой взгляд, самое главное, это работать с вашим страхом. Потому что, эээ, сейчас он вами руководит, сейчас он над вами, над вами, получается, доминирует. И это, эээ, в любом случае, в любом случае, это не если хорошо. Вот, какая-то, какая-то такая история, я думаю, так можно вам ответить, ответить на вопрос, который вы задаете с точки зрения психологии, да, с точки зрения психотерапии. Вот, и, соответственно, я бы рекомендовал вам обращаться за помощью к психологу и работать, работать именно со страхом, ну, именно с вашими страхами. Вот. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, ээ, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, позволит вам начать, начать над собой работу. Эээ, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.